Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Навести порядок на улицах города во время генеральной уборки помогут крупнейшие предприятия Самары. Они же украсят улицы, названные именами Героев Советского Союза, к 9 мая. Детали сотрудничества обсудили на заседании трехсторонней комиссии. В ней приняли участие представители Союза работодателей и профсоюзов. Городские власти предложили руководству крупных предприятий Самары принять активное участие в весенней уборке города. Она стартует 1 апреля. Традиционно на борьбу с мусором выходят все жители города. Что касается предприятий, они приводят в порядок только закрепленную за ними территорию. Глава администрации Олег Фурсов предложил в этом году расширить зону ответственности. Чтобы каждый почувствовал себя причастным к тому состоянию, в котором должен находиться город, да, его благоустроить. Поэтому здесь ограничиваться собственно территории закрепленной нельзя, действительно. И мы просим вас, значит, мы вот подготовим раскрепление по улицам города, чтобы буквально каждая улица, каждый парк, каждый сквер, каждый перекресток, он был в зоне ответственности каждого предприятия. Мы придем в комплекте. Это у нас всегда. У нас есть размер, есть определенное количество ручной техники. И мешки все есть, и техника есть, и машины все есть. Самое главное – участок. Представители Союза работодателей поинтересовались, как в таком случае будет организован вывоз мусора. Как выяснилось, Департамент благоустройства и экологии уже проработал этот вопрос. Каждое предприятие должно сделать запрос в районную администрацию, получить специальные талоны и мусор вывезут бесплатно. По поручению главы администрации города уборка собранного мусора осуществляется в течение суток. С момента его сбора районным, территориальным органам, районным администрациям будут выданы талоны. Департамент благоустройства их уже отторговал и в ближайшее время осуществится передача. В этом году Самара готовится к празднованию 70-летия Великой Победы. Предприятия города к памятной дате помогут привести в порядок и торжественно украсить более 30 улиц, которые носят имена героев Советского Союза. Лариса Шалафаст, Константин Головин. События. Помочь предприятиям в благоустройстве города смогут и школьники. Вопросы их трудоустройства в период летних каникул также обсудили на заседании трехсторонней комиссии в городской администрации. Поработать в этом году смогут несколько тысяч подростков. Какие организации готовы их принять и на каких условиях, расскажет Лариса Шалафаст. Заработать на карманные расходы этим летом смогут порядка трех тысяч самарских подростков. Принять их на работу готовы крупнейшие предприятия города. Авиакорция, СКБ «Прогресс», булочно-кондитерский комбинат, а также ТОС и муниципальные предприятия. Трудоустроиться подростки смогут на две недели или на месяц. Средняя зарплата составит порядка шести тысяч рублей. Кроме того, материальную поддержку дополнительно окажет городской центр занятости. Ими оказывается материальная поддержка для всех трудоустраиваемых несовершеннолетних. Цифра материальной помощи, которая будет выделяться за полный рабочий месяц в этом году, составляет 1275 рублей. Особое внимание глава администрации Олег Фурсов поручил уделить летнему трудоустройству детей, стоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. В городе их порядка тысячи человек, а также создать подходящие условия для труда подростков с ограниченными возможностями здоровья и ребятам из многодетных и малообеспеченных семей. На них достаточно большая нагрузка в существующих экономических условиях на эти семьи легла. Поэтому надо этих ребят тоже выявлять и давать им возможность зарабатывать. Многие дети во время летних каникул отправятся в лагеря отдыха. В этом году будут работать 165 лагерей с дневным пребыванием и 7 загородных. Планируется, что оздоровиться и отдохнуть с них смогут больше 100 тысяч ребят. Сейчас департамент образования активно ведет подготовительную работу. Планируются капитальные текущие ремонтные работы, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, приобретение мебели, оборудования, санэпид-мероприятий и так далее. То есть главная наша задача выполнить все предписания надзорных органов для того, чтобы лагеря были открыты своевременно. Лагеря летнего отдыха начнут работу с 1 июня. Перед тем, как принять детей, они пройдут проверку всеми надзорными органами. Глава администрации поручил особое внимание уделить вопросам безопасности. Мы должны самое пристальное внимание направить на то, чтобы избежать возможных ситуаций, которые повлекут травмы для детей. Это все нужно очень принципиально, очень тщательно, значит, все проверить. Здесь и департамент спорта должен участие принять, и соответствующая служба распотребнадзора. Провести время с пользой во время каникул смогут и дети, оставшиеся в городе. Все лето на спортивных площадках будут работать тренеры-общественники. Пройдут городские соревнования по боксу, футболу и веломарафон. Лариса Шалафаст, Константин Головин. События. Накануне весенней уборки особое внимание к стройплощадкам. Выезжающие со строек машины разносят на колесах грязь по всему городу. Прошлой весной штрафы в отношении нерадивых застройщиков выросли до 300 тысяч рублей. Многим эта цифра показалась убедительной, и они привели площадки в соответствие с нормами. Остальным грозит приостановление работ. Одна из основных причин появления грязи на проезжей части – недобросовестные застройщики. В Самаре больше 200 строительных площадок. Большинство из них, как, например, эта на Куйбышево, оборудованы необходимыми знаками, забором и ограждениями. Но есть и те, к которым у государственной инспекции немало претензий. В частности, забор на Буяново не соответствует мерам безопасности. Выезд с твердой поверхностью не оборудован. Люди пройти не могут рядышком. По одной простой причине, те навесы, которые вы делаете, туда зайти страшно. Там либо голову сломаешь, либо ноги переломаешь. А в темное время ночи, так я бы вообще не посоветовал близко к ним подходить. Выросшие прошлой весной штрафы по благоустройству стройплощадок принесли свои плоды. Большинство территорий теперь соответствуют всем необходимым требованиям. Организована мойка колес грузовых машин, выезд с твердым покрытием, уборка территории проводится регулярно. Но есть и те, кто нормы нарушает. В администрации города призывают застройщиков потратиться на обустройство территории, чтобы не платить бесконечные штрафы. На носу месячник по благоустройству, а значит, внимание к стройплощадкам будет пристальное. Если каждый руководитель строительной компании будет понимать, что он может тоже свои просто нормальные работы, исполнением правил, которые есть в нормативных документах, если он такой работой может, ну, скажем, способствовать тому, что наш город выглядит лучше и чище, то тогда эта работа идти будет. Если руководитель это не понимает, то тогда мы будем просто его штрафовать и, в общем-то, убеждать в том, чтобы свои обязанности он выполнял качественно. Штрафы для юридических лиц составляют сегодня до 300 тысяч рублей. Кроме того, строительный надзор может приостановить работы компании на 90 дней. А это весомая потеря для бизнеса. Накануне генеральной уборки специальная комиссия сотрудников профильных департаментов ГАТИ и ГИБДД будет совершать регулярные рейды по строительным объектам и выписывать застройщикам-двоечникам протоколы. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Легкие города весной тоже требуют обновления. Чтобы Самара погрузилась в зелень, в городе проводят санитарную обрезку деревьев. Сотни растений уже получили СПА-процедуры. За процессом наблюдала Алина Чемерес. Когда речь идет о безопасности жителей, у ясени никто не спрашивает. Санитарная обрезка деревьев в городе производится круглый год. Да и самим деревьям процедуры только во благо. Растения избавляются от лишней нагрузки и выглядят более привлекательно. В Кубишевском районе Самары за две недели привели в порядок около 120 деревьев. Еще около 40 спилили. У нас работает бригада в настоящее время. Работают от Грозненской улицы до Калининградской и работаем с Саратовской до Калининградской. Ведем пока четную сторону, пока сейчас работаем. Обрезаем деревья, убираем деревья, которые попали под снос, сухие деревья. Рабочие действуют как настоящие врачи. После спиливания веток поврежденные места зеленых пациентов обрабатывают масляной краской. Сейчас весна и обильный сок стечения у деревьев. И для того, чтобы сок сохранить в деревьях, мы их закрашиваем. Лидия Владимировна Тарабукина этой дорогой ходит каждый день. Говорит, раньше ходить под сухими ветвями побаивалась. А теперь прогулка только в радость. Когда мы ходим туда на гастроном, вот туда вот, да, вот идем по этой дорожке, там есть очень опасные деревья, но их уже в прошлом году их спилили. Эти ветки, это хорошо, что вот следят, понимаете, потому что есть высохшие. Вот, и особенно когда ветер, вообще очень опасно там было ходить. Вот, ну а теперь, слава богу. Санитарную обрезку провели уже во многих скверах и вдоль главных магистралей города. Всего в этом году в надлежащий вид привели порядка 600 деревьев. До конца года их количество вырастет до трех с лишним тысяч. Данное мероприятие позволяет снизить вероятность возникновения ситуации причинения вреда жизни и здоровью граждан и их имуществу. Чтобы произвести санитарную обрезку деревьев, которые растут на придомовых территориях, управляющая компания, либо жители, совет дома могут обратиться в администрацию района. Там есть специалисты, которые выезжают на место, и комиссионно осматривают эти деревья, принимают решение. Либо они подлежат валке, в связи с тем, что они полностью тратили свои функциональные назначения, либо даются рекомендации по их обрезке. Деревья спиливают только в крайних случаях. В городе стараются максимально сохранить растительность. Где получается компенсировать экологический ущерб, сажают молодое зеленое поколение. Предпочтение отдают декоративным видам – липам, каштанам и хвойным. С тополями стараются не связываться. Назойливый пух с амарцем не по душе. Анастасия Зубарева, Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов. События. Ворошить прошлогодний снег – дело не из легких. Особенно, когда небесная канцелярия не прекращает подсыпать новый. На помощь дворникам выходят и другие сотрудники управляющих компаний. О взаимовыручке и благодарном труде во дворе домов по улице Владимирская – репортаж Анастасии Зубаревой. Иван Епишин слесарем работает в 8 лет. Говорит, если бы дело не нравилось, давно бы уже занялся другим. А так, каждая авария и неполадка для него – лишь еще один повод почувствовать себя нужным. Особенно приятно рассказывает мастер, когда люди искренне благодарят. Ведь результат его трудов всегда наглядный. Вот и за лопату взялся, чтобы скорее справиться со снежными сугробами на газонах. Теперь уже может сравнивать, чья работа сложнее. Да я думаю, дворникам тяжелее работа, потому что постоянно на улице, на ветру, то есть холодно, снег все-таки тяжелый, вставать рано надо, чтобы почистить, пока люди пойдут на работу, чтобы было все чисто. На средники по уборке территории в этом ЖЭО уже выходили три раза. Как только разберутся со снегом, займутся уборкой прошлогодние листва и мусора. Причем энтузиазм у работников искренний. В 54-м и 56-м домах по улице Владимирской живут и ветераны Великой Отечественной войны, и труженики тыла. Облагородить территорию перед их окнами, рассказывает в ЖЭО, особенно почетно. В помощь дворникам сотрудники управляющих компаний выходят по всему городу. Им самим приятно, я думаю, выйти, как бы помочь дворникам, для того, чтобы, как говорится, работать в основном женщины. У нас будет помочь, я думаю, чисто из своих личных побуждений. Несмотря на усилия сотрудников ЖЭО, обычные горожане без работы тоже не останутся. И не обязательно ждать отмашки. Инвентарь в управляющих компаниях готовы предоставить хоть сегодня. Анастасия Зубарева, Станислав Левин. События. К другим темам. Один из подозреваемых в деле об убийстве владельца сети магазинов «Горилка» Олега Дергилева в ближайшее время предстанет перед судом. Его имя пока не разглашается. Он, по данным следствия, является одним из исполнителей преступления. Всего же в деле фигурирует 4 человека. Доказательств этих лиц у нас достаточно. В отношении одного фигуранта, который сознался в совершении преступления, мы выделили из уголовного дела в другое производство. В особом порядке будет рассматриваться дело в суде. Вот в ближайшие днях мы передаем это дело в отношении одного обвиняемого, который осознался и изобличает своих соучастников. Передаем дело с обвинительным заключением в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Напомню, Олег Дергилев был убит выстрелом в голову в октябре прошлого года. Его тело было обнаружено неподалеку от железнодорожной станции «Козелки». Заказчик убийства пока не установлен. Военно-спортивная игра «День моряка-подводника» прошла в Самаре среди воспитанников детских домов и интернатов. В этом году она посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Команды-участники померились друг с другом силами. Как это было, расскажет Марина Матвейшина. Дистанция в 25 метров туда и столько же обратно для многих оказалась трудным испытанием. Но эти ребята привыкли преодолевать себя. Воспитанников детских домов и интернатов жизненными трудностями не испугаешь. Ну, хоть я и курю, но... Ну, короче, дыхание плохо. Но больше всего играть. После заплыва военно-спортивная игра «День моряка-подводника» продолжилась на суше. Команды по 10 человек на скорость собирали и разбирали автоматы. Среди участников есть ребята, которые впервые увидели автомат. А есть и опытные стрелки. Я попала когда в детский дом. Мне предложили пострелять. Я пару раз постреляла, мне понравилось, и все, и как-то затянулось. Конечно, интересно, новое общение, знакомство и вообще новая атмосфера. Я думаю, это классно. У мальчишек интерес к оружию в крови. Все как один готовятся служить в армии. Девочки тоже считают, что нужно уметь стрелять не только глазками. На всякий жизненный случай. Какие, например? Ну, мало ли что. Скорее всего, защитят себя. Областные соревнования среди детей-сирот проходят в Самаре уже третий раз. И каждый раз ребята готовятся к ним, как к олимпийце, забывая на время о своих неурядицах и думая только о победе. На днях закончился региональный этап военно-спортивной игры «Зорница». В нем принимали участие школьники. А дети-сироты, они как-то, ну, немножко обделены вниманием. Поэтому мы специально устраиваем подобные соревнования для того, чтобы они выполняли ту программу, которая сегодня необходима для школьников. Наравне с воспитанниками детских домов и интернатов соревнуются и команды студентов Самарского государственного технического университета. Общение ребят разных возрастов, разных групп, разных специальностей – это всегда обогачает друг друга. Я думаю, что и ребята-школьники, они что-то получают от студентов. И наши студенты, они тоже учатся в некой социальной работе, ну, кроме патриотической работы, о которой, как бы уже говорил. И для них это тоже важно, тоже хорошие мероприятия. В соревнованиях ребята показывают не только спортивную подготовку и физическую силу, но и демонстрируют свою сообразительность, отвечая на вопрос викторины. Все участники получают не только удовлетворение от игры, но и призы за участие. Марина Кравцова, Марина Матвейшина, Сергей Баскин. События. Необычных гостей можно было увидеть у входа в Центральную детскую библиотеку Самары. Ослик и пони катали детей и с удовольствием позировали перед фотокамерами. Прибытие непарнокопытных животных приурочили к всероссийской неделе детской и юношеской книге. Какое отношение ослик и пони имеют к литературе, узнавал наш корреспондент. Ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с оршинными ушами. Так поэт и прозаик Петр Ершов описал конька-горбунка. Не совсем точное портретное сходство, но что-то общее есть. У входа в Центральную детскую библиотеку Самары маленьких читателей встретили очень даже реальные прототипы находчивого конька. Пусть на минутку, но ребята смогли почувствовать себя героями сказки. Очень понравилось, все дрыгается, очень интересно. Ощущение было, как будто бы ты в космосе летаешь очень легко. И такое цоканье этих копыт. Юные книголюбы стали вспоминать, как выглядел конек-горбунок. И решали, на кого он больше похож, на белого пони или серого ослика. Два горба, большие уши, оба хорошие, красивые. В конкурсе двойников сказочного персонажа победил ослик, хотя при ближайшем рассмотрении он оказался милой четырехлетней ослицей Люськой. У нее профессия радовать и катать. Продаемся за морковку. Любим тепло и уют. Столь необычно в библиотеке начали праздновать 200-летие со дня рождения Петра Павловича Ершова. В Перу классика принадлежат повести, драматические произведения, стихи. Но конек-горбунок, пожалуй, самое известное и любимое читателями произведение. В детской библиотеке сказка звучала на русском и на английском языках. Ей посвятили викторины, тематические игры, песни. Интерактивное литературное шоу – часть программы Всероссийской недели детской и юношеской книги. Все направлено на пропаганду, продвижение чтения, продвижение детской литературы русской классики. У нас недавно состоялся день встречи с писателями. У нас был посвящен открытию недели детской книги. Как уверяют сотрудники библиотеки, современные дети любят читать и дружат с книгами. Только в Центральной библиотеке около 8 тысяч маленьких читателей. А сделать классик популярной среди IT-поколения помогают такие акции с изюминкой. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. Штраф размером в миллион рублей за нарушения в сфере рекламы финансовых услуг. Депутату Госдумы приняли поправки в Кодекс об административных нарушениях в первом чтении. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самарагис на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагис. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Кодекс России об административных правонарушениях, которыми вводятся штрафы в размере до 1 миллиона рублей за нарушения в сфере рекламы финансовых услуг. Согласно этим поправкам, за нарушения может быть наложен административный штраф на граждан от 5 до 10 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Законодатели отмечают, что остались нерешенными вопросы нарушений, допускаемые при размещении рекламы финансовых услуг и проведении маркетинговых акций. Жаль, что нет закона о нарушении предвыборных обещаний. В декабре 2014 года погашение розничных кредитов резко выросло, но в конце года клиенты традиционно гасят больше обычного, тратя, например, на выплату кредитов свои годовые бонусы. В прошлом году добавился еще и эффект девальвации. Часть заемщиков предпочла потратить подешевевшие рубли на погашение кредитов. В январе ситуация поменялась в обратную сторону. Должники занесли гораздо меньше средств на досрочное погашение. По данным банков, досрочные погашения в среднем сократились на 15-25%. Это вот, кстати, совсем неудивительно. Правительство России согласилось снизить НДС с 18 до 10% для авиакомпаний на услуги внутренней перевозки. Действительно, закон будет до 1 января 2017 года. По мнению Дмитрия Медведева, принятый законопроект улучшит финансовое положение авиаперевозчиков, сделав внутренние маршруты более доступными для туристов. Российский фондовый рынок открылся слабым ростом. Индекс ММВБ в полюсе на отметке 1620 пунктов. Среди лидеров роста Яндекс, ЛСР, Башнефть, МВД и Интеррау. Аутсайдеры – Мичел, Ростелеком, Полюс Золото и аптечная сеть 36,6. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день умеренным снижением. На азиатских площадках преобладает позитивная динамика. Нефтяные котировки демонстрируют около нулевую динамику. Значимые стимулы для масштабного движения на рынке России пока отсутствуют. Курс доллара на 25 марта – 58,77 рубля, курс евро – 64,34 рубля, золото стоит 2254 рубля за грамм, серебро стоит 31 рубля 61 копейку за грамм, цена нефти марки Brent – 54,92 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Дзюдоистка Мария Персидская, седьмая на Гран-при в Тбилиси. Хоккейный клуб ЦСК ВВС расплатился с игроками. Красные крылья прервали серию из одних поражений. На матч с клубом Евролиги тренерский штаб Красных крыльев выставил всего лишь 10 баскетболистов в Нижнем Новгороде. Игра получилась очень напряженной за 4 четверти, лидер менялся 14 раз. В итоге Красные крылья все-таки победили 88-84. Таким образом, команда прервала свою девятиматчевую серию из одних поражений в единой лиге и взлетела с 15-го места на 13-е. В самом разгаре второй раунд плей-офф российской хоккейной лиги ЦСК ВВС рвется в финал. Теперь пороха в пороховницах у хоккеистов прибавилась. Им выплатили долги по зарплате за январь и февраль. Как изменится игра самарского клуба, покажут ближайшие домашние игры со смоленским Славути, чем полуфинал может финишировать и в Самаре. Серия длится до трех побед. Сейчас счет по матчам 1-1. В Тбилиси, Грузии за большой приз под зюдо боролась самарчанка Мария Персидская в весовой категории до 48 килограммов. Но выиграть гран-при ей не удалось, хотя она провела ряд удачных схваток. С Гурбанли из Азербайджана и румынкой Ингуриану. Третью встречу Мария проиграла Клименс Аврори из Франции. Не удалось получить медаль персидской и за третье место. Более мастеровитой оказалась венгерская дзюдоистка Черновицки. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин